Ни во что она не вылится, я думаю. Кончатся выборы в Москве, где в основном-то эти самые зачистки идут, стухнуты эти зачистки. Я все время хожу по Москве, вижу огромное количество мигрантов, никто их не преследует, никто их не прессует. Езжу на такси, такси как возили, так и возят почти исключительно узбеки, разговариваю с ними. Никакого волнения и недовольства они не высказывают. На 9 десятых это журналистская болтовня. Значит, что касается концлагеря для мигрантов, ну это бесстыдная, отвратительная журналистская брехня. Просто совестно даже комментировать этот бред. Эти бы люди разок для смеха, что ли, съездили на экскурсию в концлагерь, настоящий, ну в Освенцим, скажем. После этого я надеюсь, что даже у них бы язык отсох, или они засунули бы себе его в задницу. В концлагерь, место, куда свозили людей, как правило, ни в чем не виноватых, ну, например, евреев или партизана. Партизаны это, между прочим, те люди, которые восстали против иностранных угнетателей, которые оккупировали их страну и обращались с ними как со скотом. Ну, короче говоря, привозили туда обычных людей и убивали. Просто убивали. Какая же степень бесстыдства и наглости должна быть у так называемых право-левозащитников, чтобы сравнивать лагеря, куда людей привозят нарушивших закон, ну, в смысле, миграционное законодательство, мирно там живущих, которых никто не убивает, не пытает, не морит голодом, ничего ужасного с ними не делает, чтобы сравнивать эти два понятия. Ну, можно и пионерские лагеря сравнивать с концентрационными. Тоже люди собраны, вместе сидят. Скорее уж казарму можно сравнить с концлагерьем. Ну, просто это такая степень бесстыдства людей, потерявших всякий разум и повторяющих какую-то модную фразу. Это из серии, что процесс вот над участниками демонстрации 6 июля, кажется, или когда она там была, называют 37-м годом. Ну, с тем же успехом вы интервью, которое я вам сейчас даю, можете назвать нагорной проповедью, например. Понимаете, степень человеческого бесстыдства и гипербол пределов не знают. Но это характеризует только жалкое психическое состояние тех людей, которые это говорят. Спасибо.